Итоги года Здравствуйте. В середине декабря, накануне Дня Энергетика, компания Т-Плюс традиционно подвела итоги своей деятельности в уходящем году. Напомню, компания представлена 13 филиалами, в том числе в Кировской области. По словам генерального директора Т-Плюс Андрея Вагнера, несмотря на то, что год был сложным, с поставленными задачами справиться удалось. 22-й год был точно не проще. Тем не менее, мы в этом году выполнили все наши намерения, все наши программы, все задачи. Касается ли это ремонтной программы, касается ли это нашей, как я уже говорил, на таких встречах, одной из болевых напряженных точек компании, это, собственно, теплосетевой комплекс и, во-первых, тепловые сети, всех состояний. Компания управляет достаточно изношенными трубами, и мы на упреждение, собственно, несколько лет начали эту большую программу и вышли на рекордные для компании, рекордные для страны темпы. Мы, например, уже и 22-й год закончим объемом переглада, цифры более 700 километров. Там сейчас последняя работа ведутся, потом объем итоги, но по знаниям ощущениям это, видимо, будет опять более 700 километров. В прошлом году, напомню, было 721. Сюда делается упор, сюда особое внимание компании, и многих результатов мы в этом уже достигли. Мы сохранили в работе наши газовые блоки. Наши парогазовые блоки, они идут в комплекте с турбинами марки Т, то есть на тепло. И мы обречены, у нас нет другого варианта, мы обязаны их поддерживать, потому что это часть тепловой нагрузки для города. Мы движемся дальше по переходу на Алькотемию. Сегодня это уже 16 городов, и процесс этот продолжается у нас. Сейчас в правительстве есть несколько обращений, и готовим следующее. Эта задача остается главной, и главное здесь то, что мы, собственно, поняли главные смыслы и цели, и возможности главные, которые дает этот механизм с точки зрения наведения порядка в нашем хозяйстве, с точки зрения обеспечения комфортной жизни населения. Мы продолжаем ДПМовскую программу. Теперь уже, говорю, продолжаем, потому что 2020 год был сам, по сути, в таком уже физическом смысле. Мы уже имеем завершение первого объекта по этой программе. Это 10-я турбина на первом КТС-9. Она с 1 декабря на рынке. И мы продолжаем завершение, теперь уже, модернизации КТС-9 в виде окончательной работы по турбине 9 и КТС-9. Большее, наверное, и большее внимание компания уделяет теперь уже направлению цепровезных цепей. Мы прошли период осознания, период осмысления того, чего мы сами хотим, период некой зрелости, то есть период нашего включения подготовительных этапов, и мы уже активно реализуем нашу программу, которая утверждена уже Советом директоров, а мы ее активно реализуем по всем регионам уже. Мы завершаем реализацию пилотных проектов в генерации. В этом году мы практически полностью завершим проект цифровой станции «Академическая ТЭЦ» и, собственно, на работе и подготовке Новосчердловской ТЭЦ к собственному переходу в цифровую модель. То есть мы вышли в практическую фазу реализации программы цифровизации компании. Мы не только не отошли от темы EG-повестки, мы в этом году сделали уже практически первые шаги. Мы выпустили первый отчет компании, который сейчас, собственно, проходит уже оценку рынков и вообще масштабах страны. Мы пытаемся определить наше место с точки зрения качества оперы. Мы не прекратили эту работу, и более того, в 2023 году мы уже сделали много активных шагов и действий, которые нам позволяют двигаться по инженерной повестке. Еще раз скажу, мы не только не отошли, мы просто активно пошли дальше. Мы создали теперь уже в окончательном виде экологическую политику, экологическую стратегию. В собственном компании есть огромная экологическая программа. Я все равно делаю на этом и порт. Мы уделяем все-таки большее внимание экологической составляющей этой повестки. И скоро мы сильно активны участниками темы загрязнения среды. Мы на стадии разработки социальной части этой программы. И в ближнее время, я надеюсь, мы ее для себя завершим. И, собственно, будем реализовывать ее пошагово, скрупуленно, программно и так далее. Мы раньше экологии выделяли достаточно много времени, и сегодня компания уже снизила загрязнение на порядка 12%. Конечно, во-первых, нам это подвалось за тему ухода от грязных топлив. Это, собственно, Воркута, где мы завершили переход на газификацию. Это, собственно, ИНТА, где мы уже начали проекты на 2023 году. Если там все, при совместных действиях с партнерами «Медлогазпром», у нас цель является 2023 годом ИНТУ перевести на газовую котельную с тем, чтобы закрыть угольную часть. Мы много делаем на тему ухода, в том числе и на зубной составляющую. То есть это уже имеем приличные результаты по снижению выбросов. И целью компании является снижение порядка на 28% в ближайший год. Мы развиваем в части экологическую же тему программы и проекты, которые мы реализуем. Это и выпуски мальков в воду. Это, собственно, массовые высадки зеленых насаждений по заднему разному типу деревьев, которые мы пытаемся как-то дивелировать наше воздействие на экологию. Мы самый активный участник в фонде ЖКХ. В итоге года мы закончим частью привлечения средств после того, как идет распределение в 2022-2023 год. Это будет порядка, наверное, 12 миллиардов рублей. Это последнее решение, последнее подсчетное. И мы в этом смысле точно самый активный участник на рынке, как одна компания с таким объемом, с таким заходом. Примечательно, что десятую часть упомянутых 12 миллиардов рублей от фонда содействия реформированию ЖКХ получат Киров и Кировочепецк. Вкупе с собственными средствами компании это означает, соответственно, удвоение и утроение сумм, направляемых на ремонт сетей в 2023 году. У нас кировский филиал, кстати, тоже в лидерах по снижению аварийности, если так вот сравнивать, ну, филиалы компании. В 2022 году реализована программа на более чем 1,3 миллиарда. На 2023 год это будет 2,2,6 миллиарда. Это будет еще больше объемов по тепловым сетям. Ну, то есть, вы даже по деньгам, понимаете, это такой укратный, по сути, рост. Кировочепецк из 200 до 600 миллионов. Годовая программа будет поднята в 2023 году. У нас есть консессионное соглашение, все это работает, и там есть эффект. Руководитель кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев уточнил, деньги фонду придется возвращать. Это заем на льготных условиях. Это займ. Это займ. Займ, пусть под небольшой процент, порядка 3%, мы его будем возвращать. Выделяется там, где есть консессия. Потому что есть гарантия возвратности. Фонд очень четко смотрит, как у вас в инвест-программе есть денежные средства или нет, заложены или нет, есть ли у вас источник возврата этих займов. Сейчас мы по фондовским мероприятиям уже приступили, как я вам уже сказал. В следующем году пойдет массовое обновление сетей, работа, ну в основном это сети. Если в КОМИ это все-таки источники, то мы источники не трогаем, мы направляем фондовские денежные средства только на мероприятия по сетям. Возвращаясь к итогам года, Сергей Александрович в первую очередь отметил, что компании удается планомерно повышать объемы перекладки коммуникаций и заниматься модернизацией объектов. Год заканчивается. На сегодняшний момент я вижу, что по тепловым сетям, в целом по Кирово-Чепецку мы отмечаем снижение количества дефектов. Конечно, снижение количества дефектов в первую очередь мы связываем с объемом перекладки. Хочу напомнить, что в далеком 16-м году мы перекладывали всего 26 километров в Кирове и в Кирово-Чепецке, а в прошлом году, в 2021-м, нам удалось переложить 90,6 километра. В три раза рост объемов перекладки в текущем году итоги мы пока еще не подвели. Считаем, что, наверное, должна быть цифра в районе 78-80 километров. Это программа теперь плюс ремонтную программу, но тем не менее мы считаем протяженность перекладки в объеме замененной трубы. Только снижение количества дефектов мы связываем с серьезным объемом перекладки. Если брать по количеству дефектов, в 2019-м году у нас было 5211 дефектов, то в 2021-м году 3127. Практически на 40% идет снижение. Если снижается количество дефектов, то и косвенные показатели повышения эффективности, они тоже есть. Это снижение потерь. Потери снижаются, снижаются ежегодно, там порядка на 1,6, 1,7, 1,8%. Снижается объем подпитки сетевой воды, которую мы готовим на нашей станции. Греем эту воду, подаем в город. По объектам генерации хочу сказать, что все объекты работают стабильно, без каких-либо серьезных нареканий. Запасы топлива созданы. Сейчас мы ведем активную реконструкцию по Кировской ТЭЦ-3. Попробуем до нового года выйти на пусконаладочные работы. И Кировская ТЭЦ-3 у нас будет новая, современная, эффективная, с хорошими показателями расхода топлива на выработку киловатт-часа и на выработку гигакалорий. Начали мы эту программу в прошлом году, работаем в этом году и закончим ее в следующем году. За эти три года у нас будет сложено практически полтора миллиарда рублей в Кировскую ТЭЦ-3. Повышение надежности и эффективности это денежные средства только нашей компании, без привлечения каких-либо дополнительных источников. Поэтому идет не так, чтобы раз взяли и сделали. Идем по чуть-чуть, но идем целенаправленно, уверенно. Говоря о запуске отопительного сезона 2022-2023 годов, Сергей Береснев остановился на двух проблемных моментах. Это взаимодействие с управляющими компаниями и участки сетей, у которых отсутствует собственник. Каждый год дает какие-то уроки. В этом году мы увидели о том, что достаточно трудно город запускался, причем не по нашим сетям, а по сетям управляющих компаний. Вы тоже это замечаете. Конечно, для жителей разницы нет. Если у него нет отопления, то в первую очередь он смотрит, почему по графику должно быть, а нам не дали. И город был вынужден принимать решения, город был вынужден самостоятельно тратить денежные средства, формировать бригады из тех управляющих компаний, на которые город влияет, для того, чтобы устранять дефекты в подвалах, на сетях общедомовых. Трудно, но все-таки запустились. Мы видим, что кроме общедомовых сетей есть проблематика и выявлена проблематика на сетях брошенных. И эта статистика увеличивается. То есть, когда-то они были в нормальном состоянии, не требовали эксплуатационных воздействий, не требовали проведения опрессовок, проведения экспертиз промышленной безопасности. Но сейчас они дают о себе знать. И я хочу сказать о том, что даже не только сети, но даже ЦТП есть брошенные, бесхозяйные. Вот очень громко заявили о себе ЦТП на перекрестке Московской и Строителей. Брошенное ЦТП. Дефект она вводит в ЦТП, был дефект внутри ЦТП. И граждане, опять же, с требованием к нам, почему мы не делаем, почему не включаемся. Здесь, конечно, надо наводить порядок. Уходить от брошенных сетей, каждая сеть должна иметь эксплуатирующую организацию, тогда, наверное, по сетевому комплексу мы придем к какому-то порядку. Предложение у нас есть, в городе мы предложили, как пойти, есть положительные практики в Екатеринбурге, в Перми, то есть обозначать нас, ресурсо-набжающей компанией, по данной зоне, даже не то, что обозначать, о том, чтобы дать полномочия брать эти сети в эксплуатацию, устранять дефекты. Конечно же, мы хотим, чтобы не было безхозяйных сетей, кто-то должен их зарегистрировать за собой. То есть, сейчас есть право регистрации за собой у нас, как у ЕТО, единой теплооснабжающей организации, и у города, как у муниципалитета. Генеральный директор Т-Плюс Андрей Вагдер довольно жестко высказался по поводу управляющих организаций, которые не могут обеспечить своевременную подачу тепла. Выяснение отношений с ними нередко переходит в плоскость судебного разбирательства. Мы с управляющими компаниями боремся, вплоть до судов, банкротств и так далее, при невыполнении их обязательств перед нами, ну, во-первых, там, платежи. Ведь осень, сентябрь, там, как правило, начало октября для неких регион оказался самый вот такой период, жесткий, скандальный. Весь процесс подготовки к земле, он прописан, все его знают. Власти, мы, управляющие компании, так что у нас сделали для подготовки, что нужно предъявить, как факт сделанного, с тем, чтобы получить одобрение на такой ручей. Мы эту ситуацию максимально напрягаем всегда. Почему-то к нам чуть только что случилось в прокурорстве быстро припозрождение. Мы на это реагируем, мы это исполняем и так далее. Почему-то только потом, когда осенью заявляется вслух на всяких там совещаниях, разбора в письменном устном порядке, потому что управляющая компания не готова, потому вот эти эти дома имеют риски быть там, ну, плохо проходить зиму. Почему-то тут же появляется прокурорский с предписанием нам, а включите. Ну, там люди, забота о людях и так далее. Потом у меня просто или совет жильца, ну, привлеките к ответственности управляющей компании, и все. То, что возможно делать с нашей стороны, мы точно делаем. Мы их вот обозначиваем, мы их там, ректируем, заставляем. Это же все актируется, вся эта подготовка к зиме. Тему подготовки к текущему отопительному сезону в областном центре продолжил директор кировского филиала «Энергосбыт плюс» Юрий Коромыслов. На самом деле, в этом году впервые у нас вместе с администрацией Кирова и Кирова-Чепецка были подготовлены графики по подготовке жилого фонда и бюджетной сферы к зиме, к отопительному периоду. Но если по Чепецку все достаточно прошло успешно и подготовка была проведена почти установленные сроки, то по Кирову, конечно, с учетом большого количества управляющих компаний и недобросовестных управляющих компаний подготовка затянулась. И это было таким одним из факторов, наверное, и тяжелого вхождения в отопительный сезон. Не буду озвучивать проценты по подготовке. История уже прошедшая. Обозначить только, наверное, вот самая проблемная управляющая компания, которая на самом деле, по нашей оценке, практически к зиме не готовилась. Всех на суху, да? ООО ЖКХ города Кирова, где в штате, по-моему, то ли один слесарь, то ли полтора слесаря. Большое количество жилых домов. Жилых домов не самых там лучше, да, проблемных. Подготовкой они практически не занимаются. ООО КВАРТАЛ управляющих компаний, УК ЗАБОТА, ООО ВЯТКО-4, ОООО ВЯТКО-5. Вот эти самые проблемные управляющие компании. Подготовка к зиме у нас включает в себя промывку, опрессовку системы отопления, настройка регуляторов, автоматики на системы отопления. В случае, если управляющая компания не готовится, то наше действие следующее. Это взаимодействие с администрацией. То есть мы в первую очередь информируем администрацию о недостаточной подготовке жилого фонда КЗП. Ну и контролирующие органы. Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Ну, в случае, когда там контролирующие органы, вся эта информация подтверждается, да, там основная полномочия у нас на текущий момент это прокуратура и ГЖИ. Привлечение к административной ответственности, ну, ГЖИ еще. Возможность лишать управляющей компании лицензии, если они нарушают вот эти требования, которые являются обязательными. В рамках прохождения уже отопительного сезона одни дома жалуются, что у них холодно, другие дома жалуются, что у них жарко. А с чем это связано? На самом деле, часто связано с тем, что дома разрегулированы. Не работают регуляторы по ГВС, работает иногда как перемычка, убраны ограничительные шайбы, сопла, и поэтому дома, которые там расположены, например, к ЦТП ближе, они работают как перемычки. А те дома, которые дальние, там тепла не хватает. И у нас при прохождении ЗП тоже такая основная задача совместно с кировскими тепловыми сетями администрации города и управляющими компаниями наладить и отрегулировать эти дома. По части домов у нас возникают там сложности, где управляющие компании категорически отказываются что-то делать. Говорят о том, что если они будут выполнять наши требования, жители начнут жаловаться. А когда система разрегулирована, там тоже в доме получается. Одни квартиры в тепле, другие замерзают. Тоже разбалансировка дома. По таким самым тяжелым случаям мы в этом году еще, когда не завершился предыдущий отопительный сезон, вышли в суд для того, чтобы нормализовать и восстановить штатную работу теплоустановок в этих домах. Сейчас мы в суде находимся по домам Ломоносова 31, профсоюзная 4,9, Орловская 32, Дериндяева 4. Судимся с управляющими компаниями опять ООЖКХ города Кирова, Промус, Высота и сервиском. Ну и в этом году с администрацией сформировали, наверное, новый подход там по мониторингу обращения граждан, клиентов на те жалобы, которые у них возникают. Ну, в администрации города Кирова есть единая дежурная диспетчерская служба, которая в основном как раз понимает звонки обращения граждан. При поступлении как раз обращения от клиента о некачественном ресурсе диспетчер, этой единой дежурно-диспетчерской службы, проверяет, проводятся ли работы на сетях, те же дефекты аварийной работы с отключением теплоносителя. Вот, временно бывает такое. Если работы не проводятся, то направляются запросы в УК. Точно так же о работах на внутридомовых сетях, ну и проверяется качество ресурса на вводе в дом. То есть, если на вводе в дом зафиксированы нормативные показатели, то есть, со стороны значит, теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации все хорошо, необходимо же отрабатывать заявку внутри дома с управляющей компанией. Если уже нет обратной связи от УК, то администрация также предпринимает действия по понуждению. Ну и в самых сложных случаях, когда там вообще непонятно, по чьей вине какие-то квартиры страдают, то это совместная комиссия, ресурсоснабжающая организация, наша тепловая инспекция, управляющая компания, представители там администрации. Кстати, в следующем 2023 году подготовка к отопительному сезону в Кирове должна завершиться до начала сентября. С таким требованием ранее выступил губернатор Александр Соколов. По мнению главного теплоэнергетика области, добиться этой цели вполне возможно, если составить четкий график подготовки и строго его выполнять. Я считаю, что по идее не надо ставить даже срок первого сентября, а начинать подготовку к отопительному сезону надо гораздо раньше. Мы хотим, чтобы практически каждый месяц ввелся учет, ввелся контроль кто что сделал или нет, какие отклонения от графиков подготовки к отопительному сезону есть. Мы абсолютно поддерживаем эту историю. И не только в конце августа в сентябре начинают спрашивать о том, что у кого нет паспортов готовности, а сколько паспортов готовности нет и по каким причинам, то есть это надо делать изначально там составляем сейчас график в апреле месяце и по этому графику идти и готовить город к следующему отопительному сезону это правильно. Я абсолютно здесь поддерживаю и если этот график будет соблюдаться, значит и 1 сентября будет возможный срок. Конечно, объемы перекладки достаточно большие, справятся, не справятся наши подрядчики, здесь тоже будем смотреть, святое место, я думаю, что пусто не бывает. Мы очень переживали в 2019 году, когда была концессия по связи с резким ростом объемов перекладки, там в 2 раза рост перекладки рост, если там в 2016 году опять же 26 километров, в 2019 году 50, почти 2 километра, то есть это почти двукратный, ну, чуть меньше, чем в 2 раза, но тем не менее, серьезный рост объемов перекладки. И мы переживали, что не было подрядчиков, подрядчики нашлись. Мы видим, что каждый год уровень наших подрядных организаций, как наших, привлекаемых здесь, на территории Кировской области, растет. Уже эти подрядные организации обзавелись километрами ограждающих конструкций, обзавелись неплохой техникой, неплохим персоналом, аттестованным по системе НАКС, так что здесь, наверное, им и карты в руки почти развиваются, дальше идут, конечно, всем подрядным организациям. Мы проинформировали об увеличении объемов перекладки в следующем году, для того, чтобы они сориентировались. Что касается планов кировского филиала Т-Плюс на ближайшие годы, то одной из главных задач Сергей Береснев назвал перевод котельных на газ и уход от твердых, неэкологичных видов топлива. Два года мы проводим достаточно активный переговор с «Газпромом», для того, чтобы модернизировать газовую инфраструктуру, которая питает наши кировские Т-4 и Т-5, чтобы газа было достаточно для наших объектов. После того, как мы добьемся полной газификации наших станций, мы проведем реконструкцию нашего оборудования и уйдем полностью от сжигания твердого вида топлива. Твердое топливо присутствует в нашем балансе, но я считаю, что город точно должен жить в лучшей среде и чтобы нашего негативного влияния на экологию снизить до минимума. Сейчас отношение примерно 90 на 10, но тем не менее 10 этих процентов это все равно порядка чисто по ТЭС брать, это в районе 300 тысяч тонн твердого топлива. Зольные остатки уходят на золоотвалы, а золоотвалы находятся тоже в границе муниципального образования в город Киров. Эти золоотвалы надо будет рекультивировать и делать что-то на их месте. У нас есть еще приданые, мы по концессии взяли муниципальные котельные и в ближайшие там 5 лет мы планируем им все муниципальные котельные перевести с мазута, с твердого топлива на газ. Я думаю, что это будет тоже хорошее вложение в экологию нашего города. По Кирово-Чепецку опять же с реконструкцией также Кирово-Чепецку уйдет от твердого топлива, останется только газ и резервное топливо в случае кратковременного включения газа. А по газу там лучше история, чем по городу Кирово. Там есть ТЭЦ-3 присоединена к двум разным магистральным газопроводам и надежности получается существенно больше. Я считаю, что Кирово-Чепецку использовать мазут, наверное, не будет, но тем не менее для надежности функционирования системы мы его оставим. И по Кирово-Чепецку по завершению всей модернизации Кировской ТЭЦ-3 мы существенно сократим подъем воды из водных объектов и сброс воды в водные объекты. Там у нас будет совсем небольшой объем, наверное, сброс вообще остановим полностью. Подъем будет только под нужды приготовления горячего водоснабжения для города. Еще одно, можно сказать, вынужденное направление в работе кировских энергетиков – взыскание задолженности с потребителей. В последние годы она исчисляется миллиардами. В 2022-м, по словам Юрия Коромыслова, ситуация несколько улучшилась. Это результат активной профилактической работы и тесного взаимодействия с правоохранительными органами. По 10 месяцам этого года собираемость у нас на уровне 2021 года, даже выше, дебиторская задолженность сократилась. И если смотреть на 1-11-12-22, то у нас по электрической энергии дебиторская задолженность 2 миллиарда 716 миллионов, из них просрочено 1 миллиард 560, у населения 700 миллионов задолженность, просрочено 420. По тепловой энергии общая задолженность 3 миллиарда 34 миллиона, просрочено 2 миллиарда 371 миллион. Ну, учитывая, что по отоплению, по теплу структура потребления другая, в основном это все-таки население, задолженность населения тут имеет существенный объем. Всего задолженность 1 миллиард 490, просрочено 1 миллиард 17 миллионов. Тоже в сравнении, наверное, там, 22-го года с 21-м сделали такую оценку по количеству должников. Если смотреть по юрлицам, то у нас идет динамика снижения должников. Количество должников снижается, по электричеству у нас с 3793 снизилось до 3075. А по населению есть рост, он хоть и небольшой, но все-таки есть, по электрике там с 93 тысяч до 102 тысяч выросло. По теплу тоже по юрлицам идет снижение количества должников, по физлицам 43 тысяч выросло там до 46 тысяч. И вопрос, что мы предпринимаем применительно к нашему региону, основные методы истребования задолженности. Есть стимулирующий акс, который мы проводим, об этом уже было сказано, да, у нас традиционно идет там акса в Новый год без долгов, есть еще весенняя акция, проводим стимулирующие акции не только для граждан, но и для юрлиц, но с точки зрения все-таки уже кнута, а не пряника, здесь можно поделить нашу работу на два таких основных блока. Первый блок это досудебная работа, и в этой досудебной работе у нас очень много реализованных инструментов по напоминанию о своевременной оплате, несмотря на то, что клиенты жалуются, что им там смс шлют, сообщения посылают, но я считаю, что лучше все-таки предупредить и напомнить ему, чем потом он вместо этого напоминания получит там информацию о судебном приказе или уведомление об отключении ограничений. По электронной почте информируем, производим обзвон, тоже и есть автоматический обзвон клиентов с напоминаниями, есть и обзвон операторами и нашими сотрудниками. Еще и письма тоже отправляем информационно непосредственно на почтовый адрес. Следующим таким у нас серьезным инструментом по электроэнергии является отключение ограничения за задолженность. Согласно нормативных документов и законодательства при задолженности с уши двух месяцев мы имеем право отключать, поэтому если два месяца период задолженности у клиента мы уведомляем на наших клиентах о том, это тоже предусмотрено законодательством. Если у наших клиентов сложено обстоятельства всякие бывают жизненные, у нас тоже это все регламентировано и мы заключаем соглашение о рассрочке. Для этого достаточно обратиться в любой офис, есть порядок тоже там при оплате части долга на оставшуюся сумму долга предоставляется рассрочка. Подходим индивидуально, стандартно это в течение трех месяцев рассрочка предоставляется. Суд мы уже подаем, когда у наших клиентов задолженность свыше шести месяцев. Все это без уведомления граждан делается, подается в мировые суды, наши заявления с подтверждением задолженности. Суд, когда выносит решение судебной приказы, направляется в службу судебных приставов или в банк. Два есть варианта по истребованию этой задолженности. И совместно со службой судебных приставов мы делаем совместные рейды на дорожный пристав. Мы этот комплекс приобрели, передали его приставам и они уже совместно с ГИБДД останавливают транспортное средство должников и арестовывают в рамках исполк производства. Таковы итоги года от компании Т-Плюс. В наступающем году она традиционно желает нам тепла и света. Итоги года Редактор субтитров